Великобритания заступилась за бунтующий Гонконг и пригрозила Китаю политика «Мир». 12.13.2 июля 2019 года Великобритания заступилась за бунтующий Гонконг и пригрозила Китаю. Фото. Великобритания предупредила Китай, что в случае несоблюдения договоренностей по Гонконгу последуют серьезные последствия. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает. Великобритания подписала юридически обязывающее международное соглашение в 1984 году, в котором закреплено правило «одна страна, две системы», закреплены основные свободы народа Гонконга. Если это международное юридически обязательное соглашение не будет выполнено, то последуют серьезные последствия, заявил министр иностранных дел Британии Джереми Хант. 1 июля сообщалось, что участники акции протеста в Гонконге взяли полностью под контроль здание парламента. Затем полиция Гонконга освободила здание парламента от протестующих. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китая власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании. Ранее, в июне, более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Керри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям. Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района. Аналогичный статус имеют Тайвань и Макао. Объединенная декларация правительства Великобритании и правительства Китайской Народной Республики по вопросу о Гонконге была подписана премьер-министрами КНР и Великобритании Чжао Цзианом и Маргарет Тэтчер. 19 декабря 1984 года в Пекине. Согласно ее тексту, на 50 лет после перехода в китайскую юрисдикцию, то есть до 2047 года, городу предоставлена широкая автономия. Гонконг самостоятельно контролирует законодательство, полицию, денежную систему, пошлины и миграционную политику, а также имеет собственное представительство в международных организациях и мероприятиях. Однако вопросами оборонной внешней политики ведает центральное правительство Китая. Сторонники независимости региона утверждают, что передача территории происходила с нарушениями ряда международных конвенций и не может считаться полностью законной, что происходит в России и в мире. Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Продолжение следует...